Друзья, всем привет! Это Школа Воркаута. И у нас подходит к концу зима. Это значит, что совсем скоро мы выйдем из залов на улице. И у нас подходит к концу наш цикл гимнастических видео. А сегодня мы ответим на сокровенный вопрос. Сколько подтягивается гимнаст? А мучить мы будем нашего любимого тренера. А именно он у нас будет в качестве гимнаста, в качестве тренера гимнастов показывать класс в свои 50 лет. Посмотрим, сколько он сможет подтянуться и как это будет. А чтобы сделать этот выпуск не только интересным, но и полезным, мы включим разминку гимнастическую, очень нестандартную. А разминку по полосе, разминку на гимнастическом ковре, я думаю, она вам понравится. Если у вас будет какая-то мягкая поверхность или даже на траве, вы сможете ее сделать вообще вот такая штука. Как мы и говорили, начать стоит с разминки, конечно же. Ведь подтягиваться будем на максимум, а это не слабая нагрузка. Поэтому сейчас сделаем обещанную прыжковую гимнастическую разминку, что очень важно, вам очень понравится. И если вы попробуете, вы поймете, в чем суть. Давайте разберемся, зачем же нужна такая подготовка. Во-первых, вы хорошо подготавливаете свою сердечно-сосудистую систему. Почему? Потому что, как вы видели, разминка достаточно динамичная. А во-вторых, вы делаете разминку всего тела. Вы и попрыгали, то есть у вас ноги поработали. Вы и поделали складки, то есть кор включился. Попрыгали на руках, подготовили именно кисти, спину, руки, толкающие, тянущие. Вообще, это комплекс, который полностью вас так подготавливает к уже последующей работе. А что еще немаловажно, вы подготовите технику подтолкающую, потому что большинство этих упражнений связано с работой ваших лопаток, как вы видели. Выталкивание, выталкивание такое. Вы держите постоянно, плюс еще и кор. Тем самым подготавливаете технику свою к последующим уже занятиям гимнастика, статика это или динамика, не важно. Вот и настало время проверить нашего тренера на количество подтягиваний. Но прежде чем мы начнем это делать, давайте я вам объясню. В воркауте и в гимнастике какого количества раз стоит добиваться и на каком уровне стоит включать базу. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, 21 раз в 50 лет, еще и с удержанием после 21-го. Это круто. Мы поговорили с тренером, и многие почему-то в комментах думают, что чем дальше ты развиваешься в гимнастике, в калистенике, в воркауте, неважно, да, тем больше ты должен подтягиваться. На самом деле это не так. На определенном уровне базы, как я вам уже показал, в принципе, дальше заниматься базой уже бессмысленно. Там идет другая работа. Работа на выносливость и именно работа на количество. А когда вы тренируете технику, тренируете элементы, то у вас смещается акцент. Поэтому, грубо говоря, результаты именно в базовых показателях, они падают. И идти вровень, ну, очень сложно. Это нужно только этим и заниматься, чтобы постоянно поднимать уровень и в базе, и в элементах. Итак, 21 раз выполнил наш тренер еще и с удержанием в конце. И в 50 лет, согласитесь, это очень крутой результат. Вот я лично в 50 хочу подтягиваться 21 раз. Это было бы круто. Напишите сейчас в комментариях, сколько именно вы подтягиваетесь. Будет очень интересно. Больше 21 или меньше 21? Давайте немножко посоревнуемся. А на этом все, друзья. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на данный канал, рассказывайте об этом видео друзьям, для того, чтобы собрать нам большую аудиторию, желающих тренироваться с умом и изучать элементы воркаута. И до следующих выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok